Всем привет! Мы начинаем новую рубрику и она историческая. Я надеюсь, это будет не просто общая история, а большая и очень интересная экскурсия по нашей стране. И мы начинаем с самых интересных мест Беларуси. Да, знаю, сейчас у всех всего один вопрос. Неужели в Беларуси есть хоть что-то интересное? Так вот, дорогие друзья, конечно есть. Мало кто знает, что территория современной Беларуси являлась историческим центром одного из сильнейших и мощнейших государств средневекового мира – Великого княжества Литовского. В состав Великого княжества Литовского входили территории таких государств, как Россия, Украина, Молдова, Польша и вся Прибалтика. Кроме того, литовские князья были на российском, австрийском, польском и даже шведских престолах, из-за которого позже началась война. Как вы видите, территория Беларуси была в центре средневековой истории. Если Беларусь была историческим центром Великого княжества Литовского, то почему в названии есть это слово «литовское»? Ответ прост. Дело в том, что первым князем был Миндов, который по своей этнической принадлежности был литвином. Но центр своего государства он поместил в Беларуси, в городе Новогрудок. В нашей стране нет ни одного города, в котором не остался бы след от нашего исторического прошлого. И мы обязательно вам все покажем, все расскажем. Однако сейчас мы начинаем с города Минска. В следующей капле смотрите историю старого Минска. Многие люди не обращают внимания на историю своей страны. А вам интересно узнать что-то новое, необычное и малоизвестное о вашем городе? Если да, то пишите в комментарии название вашего города и ждите нас, мы обязательно приедем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok